Итак, всем привет, сегодня мы продолжаем играть в Сунаптику. Вы, наверное, этого не ожидали, потому что я взял очень большой перерыв от игры, я не играл где-то неделю, и, соответственно, не выпускал видосы примерно столько же. Ну, что ж, на то были причины. Я расскажу их, пока буду плыть. Кстати, что-то с игрой вообще не так. Скорее всего, она из-за циклопа так сильно тормозит, но меня это прям раздражает. Ну да, как только отплыли от базы, сразу перестали вот эти вот фрезы появляться. Ну, в общем, сегодня у нас в планах поплыть и, наконец-то, взять никель, который нам так нужен для многих крафтов. Как вы знаете, я очень бомбил по этому никелю, потому что он оказался там, где я уже был и куда я не хотел возвращаться. В общем, ситуация была не очень. Кстати, у нас тут есть металлолом, дай-ка я его возьму. Пока я тут все равно плыву, почему бы и нет. Пригодится. Так. Ну, в общем, мало того, что у меня и так было не так уж и много желания играть в эту игру, после вот этого инцидента с никелем. Вообще, как-то темп игры понизился, но я это говорил уже в прошлой серии. Так еще и плюс к этому, я решил не на запись, где-то дня 4 назад, наверное, не на запись я решил сплавать за никелем. Точно так же, как я плыву сейчас. Я взял мотылек, поплыл, спокойно такой сплавал, нашел никель. Да, я его действительно нашел, я понял примерно, как он выглядит, где его искать. И пока я всем этим занимался, пока я решил собрать еще больше никеля, меня просто взяли и убили. Причем каким-то совершенно непонятным образом. Как я понял, меня убила вот эта вот хрень, которая умеет вытаскивать меня из лодки. Так, что-то я сбился с курса. Как я понял, меня тогда убила та хрень, которая умеет меня из лодки вытаскивать, вот эта, которая чуть ли не магией пыляется. Ой, что-то я испугался акула. То есть, она меня вытащила из лодки, я такой, ладно, все, понял вас, понял. Пошел обратно, сел в лодку. Она меня опять вытащила из лодки. Я пошел обратно, сел в лодку. Она меня вытаскивает из лодки на третий раз, и я просто умираю. Непонятно из-за чего, мой герой просто взял и умер. Он решил откинуть ласты, что, как вы знаете, в реалиях этой игры очень подходящая фраза, потому что, ну, знаете, вода, все такое. Ну и, в общем, после этого случая, когда меня убили, я вообще полностью потерял желание играть, так как, не знаю, не захотелось даже возвращаться в эту игру, опять плавать. Причем, я умер, и мой мотылек, естественно, остался там, в этой пещере. И мне надо было взять циклоп, чтобы вернуться туда, на циклопе, лодку оттуда спасти мою. Слушай, я что-то потерялся. Подожди секунду. Я обычно приплываю без проблем на это место, а сейчас я что-то заблудился. Как бы я не оказался вообще хрен знает где. Может быть, оно за вот этой горой. Ну, в общем, мой план по собиранию никеля не на запись оказался провальным. Это был ужасный опыт. Поэтому я плыву сейчас на запись. Не знаю почему, просто решил, что так будет веселее. В каком-то смысле. Может быть, где-то вот здесь эта пещера должна быть? Я серьезно уже не знаю даже, где ее искать. Хотя вот эти вот провалы вниз выглядят... Так, нет, я снова на это не попадусь. Я здесь уже был, нет, спасибо. Блин, серьезно. Еще и ночь эта обоссана. Господи, боже мой. В общем, в последнее время у меня была еще не будто игра вообще против меня настроена. Неприятно. Вообще, у меня есть тенденция забрасывать игры. Потому что они мне надоедают. Спустя какое-то количество часов. И вот как-то... Может быть, это тоже повлияло на всю эту ситуацию. Сейчас я тут просто всматриваюсь, пытаюсь понять, куда мне вообще плыть. Может быть, это тоже повлияло. Может быть, она начинает мне надоедать. В любом случае... Ёп твою мать. Сейчас возьму никель. Если найду, где он. Скрафчу то, что мне надо. А там уже посмотрим, как пойдет. Может быть, снова начну пускать серии. Может быть... Может быть, я вообще решу ее забросить. У меня уже были такие мысли. Так, мне не нравится этот звук, который я только что слышал. У меня уже были такие мысли. Я думал, в комментариях где-нибудь вот предыдущим роликом написать, что мол, йоу. Боюсь, это конец прохождения. Слушай, тут такое место странное. Я тут вообще никогда не был, по-моему. Казалось бы, с одной стороны, глупо забрасывать игру. Просто из-за какой-то там смерти. Ну, хз. Такие дела. Просто очень взбесило меня это все. Блин, я трачу время серии. Я не могу понять, куда мне плыть. Может быть, это вот эта вот штука мне нужна? Хотя это так не выглядит. Может быть, это все-таки и она. Меня удручает, что я не могу даже найти, куда мне сейчас плыть. Вот эта штука, я тут не должна быть. Я ее не видел до этого. Вот эти обломки... Не знаю. Может быть, мне сюда и надо. Господи. Если я сейчас заблужусь, и это будет означать, что я зря начинал вообще запись, то это будет еще смешнее. Точно игру заброшу к чертям собачим. Нет, 400 метров это явно уже слишком... Это явно уже не то. Так, подожди. Я должен плыть на СВ. Чуть-чуть левее СВ, если быть точнее. Ща найдем. Мне уже даже не хочется выключать запись. Я не знаю, я сейчас в таком сцене, что... Субнафтика, это мне как-то уже вообще осточертело. Уже вообще без разницы. Хоть серия там на 2 часа выйдет из-за того, что тут ищу. Куда мне надо плыть? Плать. Плыть. Куда ж мне плать? Так, ну. Чего это вот за пролом? Он тут должен быть? Как я вообще мог заблудиться? Я туда приплывал каждый раз с легкостью. Ладно, плывем дальше. Вот это вот что за мель? Я явно не там, где мне надо быть. Явно, явно, явно. Ладно, поставлю серию на паузу. Не буду вас томить. А, да, кстати говоря, пока я тут плыву, я там свою историю не до конца рассказал. Вы, должно быть, не поняли одного момента, довольно важного. Если я умер где-то там на глубине и сказал, чтобы мотылек остался там, меня это разозлило, то почему я сейчас плаваю на мотыльке? Почему? Как он вообще здесь оказался? Дело в том, что я откатил свои сейвы. Вернее, ну, это я сейчас просто выпендриваюсь громкими словами. На самом деле, все, что я сделал, это резко вышел из игры, чтобы у меня ничего не сохранилось. И, соответственно, все откатилось до момента конца предыдущей серии. То есть, у меня получился недельный сейв. Сейв недельной давности. Ну, и вот, мотылек оказался тут. По идее, он сейчас должен где-то одни быть. О, я его спас таким образом. Так, царство грибов, это хороший знак. По-моему, я плыву туда ку... Ты тут хрен ли делаешь? Хрен ли ты тут дел... Это последний, кого я хотел здесь увидеть. Последний. Ладно, все должно быть в порядке. Окей, да, теперь я явно на правильном курсе. На правильном пути. Потому что вот эта вот штука... Я ее находил не на запись. Она подает кислород. Как видите, она, скорее всего, преобразует воду в воздух. Чтобы там вот в пещере, в которой мы сейчас плывем, этот подземный комплекс мог питаться... Да. Питаться. Питаться кислородом. Твою мать, там еще один жнец. Почему? Да я же плыл куда надо было. Ёп. Еще... Нет! Еще эти звуки. Кто тут херовина меня в прошлый раз и убила? Я ее вообще теперь ненавижу. Кто вообще додумался сделать здесь моба, который меня может выпуливать из лодки? По своему желанию. Кто? Покажите его мне. Это же... Ужасно. И тут у нас просто обрыв. И синяя вода. Фу, как страшно. Я опять сбился с курса? Да я же был на правильном пути. Где эта пещера, чертова? Слушай, я... Я, наверное, сейчас выгляжу как полная какая-то истеричка. Я, наверное, очень глупо выгляжу со стороны зрителя именно. Но... Но... Я не знаю, у меня уже с каждой секундой пропадает реально желание играть в эту игру. Еще один. Спасибо. Откуда вы здесь беретесь? Я не знаю. У меня сейчас желание появляется потихоньку просто взять. Сказать все, извините. До свидания. Это была последняя серия. Потому что я, конечно, все понимаю. Но как можно потерять пещеру? Типа, естественно, если я потеряю вот эту вот пещеру, не смогу ее просто найти и из-за этого заброшу игру, это будет означать, что я просто забросил игру по своей собственной вине, по своей собственной глупости. То есть, это будет только моя вина. Я это признаю. Но, типа, блин. Как я уже сказал... Что-то мне уже вообще играть. Это не хочется. Мне там написали, что... Продолжение сюжета там, в этой пещере. А вы понимаете, что это означает? Это означает, что мне надо будет взять... Взять оттуда... Ну, сплавать туда. Взять оттуда этот никель, чертов. После того, как я возьму никель, мне придется плыть обратно на базу, чтобы скрафтить себе всякую хрень, а-ля... Вот, кстати, эта пещера, наконец-то. Скрафтить себе всякую хрень, а-ля модуль погружения для титана моего, да, точно. Я уже забыл, как он называется. Там, кстати, так и написано, титан. Прикольно. Мне придется крафтить это все. И потом, чтобы продвинуться дальше по сюжету, мне придется взять свой циклоп и поплыть сюда. Насколько это все геморройно. Да, мне также написали, что я могу просто создать там базу. Вот в этой вот пещере создать базу, обосноваться, чтобы мне не приходилось сюда-сюда плавать. Но, честно говоря, я такие штуки очень не люблю. Я не хочу двигать свою базу, я не хочу тут селиться. Я готов за это понести ответственность. Просто не знаю. Разве... Перетаскивать все оттуда-туда, чтобы сюда переехать, не кажется еще большим геморроем? С учетом того, что я очень не хотел бы жить вот здесь, где меня могут убить за 3 секунды. Обосновывать базу тут, в этой опасной зоне. Мне не нравится эта идея. Это может быть логично, это может быть практично, но мне просто не нравится эта идея. Нифига себе, тут плавают. И вообще, наверное, такой человек, который, если где-то обосновался, построил какую-то базу, какой-то дом, он к ней когда привыкает, вот он там осел, и все. И он там и остается до конца своих дней, просто потому что так комфортнее, так приятнее. Уже... Вот эта база? Как пошла-то? Вот эта база, которая у меня сейчас, она мне уже как родная. Я уже привык к ней. Я не хочу ее разбирать, что-то там перетаскивать сюда. Не знаю. В общем, как только мне написали про то, чтобы перенести сюда эту базу, я бы там даже на секунду не задумался о том, что мне стоит это делать. Не хочу и все. Sorry. Хотя, конечно, перспектива плавать сейчас сюда-сюда, кажется, не лучше. Ой, если у меня кончится зарядка на мотыльке, я точно заброшу игру. Мне нравится, как этот видос, это просто... Я говорю о том, что заброшу игру, или хочу ее забросить, или собираюсь, или планировал в прошлом, или планирую в будущем. Эх, в конце концов, если она мне так надоела, то зачем я до сих пор в нее играю? Потихоньку плывем, потихоньку плывем. Плывем мы сюда, плывем мы туда. Уже совсем скоро должен будет на стенках тут начать появляться никель. Вот уже, да, где-то в этой локации. Уже надо начинать искать глазами. Ёп. Хватит биться мне об лодку. Сася. Хотел проверить, пусто у меня там в хранилище, или как. Так, гелеобразный мешок мне не нужен, у меня там уже целая фарма. Фарма, ферма. Так, вот первый пошел. Наверное, даже пока поплаваю без. Вот просто так. Ладно, чтобы меня не съел кто-нибудь. Ах, те, ладно, я тут больше не вижу. Вообще, никель, он даже в этой локации какой-то редкий. То есть я когда плавал не на запись, я тут умудрился найти где-то штук 5-6, не больше. Мне эта мысль тоже не нравится. Так, вон второй пошел. Да, вот она, никелевая руда. Все правильно. Че это такое? Что? Ну что? Что? Че тебе надо от меня? Испугался. Что это было? Я вот это был какой-то монстрик, который умеет управлять разовым главным героем. Ох, 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 ох. Ну, я бы, конечно, предпочел, чтобы больше таких приколюх не было. Тут есть что-нибудь? Вроде не вижу нигде никеля. Где мне, кстати, найти модификацию на краба, которая рука бур, тоже непонятно. Вот еще никель. Находим по чуть-чуть. В общем. Складываем это все сюда. Уже пять штук есть, окей. Нормас. Сейчас вот в ближайших окрестностях все обыщу. Ну и типа, на самом деле, я когда умер, я еще плавал вон туда, вообще подальше. Я там вообще ни одного никеля не нашел. По-моему, они именно вот здесь, в этом месте, на этих стенках должны быть. Скорее всего, они есть где-то еще, но явно не в той стороне. Или мне просто не повезло. Не знаю. Вот еще. Я складываю это все на подлодку, потому что на подлодке безопаснее хранить, чем в инвентаре. Если меня, опять же, убьют, то никель хотя бы останется не где-то на дне океана. Или вообще не канет в лету. А будет на моей подлодке до сих пор. Так, тут скоро появятся сами знаете кто? Вот это вот, тварь. С ней я встречаться не хотел бы. Хотя, по-моему, судя по звукам, она меня нашла. Да, нет. Пока что нет. Вот эти вот звуки мне тоже не нравятся. Нет! 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 Пошла ты в жопу. Это было близко. Чуть не умер. Серьезно. Так вот еще один. Как она меня вообще спалила с такого расстояния? Так, значит. Все, больше я тут не вижу. В общем, все, ребят, мы валим отсюда. А, вот еще один, смотри. А ну-ка, свали отсюда. Я хочу свой никель взять. Все. Аривидерчи, я сваливаю отсюда. А, нет, подожди, еще один, а нет, не никель. Аривидерчи. От греха подальше, я действительно сейчас вернусь на базу, потому что я очень не хочу терять этот никель. Я понимаю, что если меня сейчас здесь убьют, я в эту игру больше не зайду. Поэтому я сваливаю. Это хоть что-то. Нам этого должно хватить на первое время. Поэтому все, мы свой никель взяли. Мы знаем, что надо... Мы знаем первое правило азартных игр. Вовремя остановиться. Поэтому мы взяли штук... Там у нас пять. И тут у нас... Мы взяли штук... Девять-десять. Десять даже, по-моему. Десяти штук хватит. Теперь просто уходим. Уходим, уходим, уходим. Я не хочу больше ничего иметь общего с этим местом. Хотя... Судя по комментариям, которые мне писали, мне придется сюда еще вернуться. Потому что там продолжение сюжета. И это ужасно. Это просто ужасно. Ладно, я думаю, нет смысла снимать. Как я возвращаюсь обратно? Поэтому стоит поставить запись на паузу. Туру-туру-туру-туру. Ага, покричи еще. Знаете, о чем я сейчас подумал? Я вот плыл... Так задумался. Вот эта вот хрень начала на меня кричать, означая, что... Она, типа, собирается меня атаковать. Я так задумался. А зачем она вообще кричит перед тем, как напасть? Вот зачем? Она просто такая... Ааа... И начинает на меня плыть, чтобы меня съесть. Йоу. Нахрен. Она не думает о том, что... Благодаря этому... Ее легко заметить. И... То есть от этого практической пользы никакой, от этого есть только вред, потому что так мне ее легче заметить. Я сразу знаю, что она меня собирается атаковать. Если бы она не кричала перед тем, как атаковать, я бы уже был мертв в сто раз, потому что ей было бы очень легко меня убить. Ой, ох, эти разработчики-сумнавтики. Вот надо было им никель поставить именно туда, именно вон туда, вот в жопу мира. Они не могли поставить никель где-нибудь вот тут, да? Вот здесь, на этих стенках. Тут же тоже сера есть, правильно? Тут есть серные ванны. То есть тут должен образовываться никель. Эта зона никак не отличается от той зоны, которая вот дальше там, где есть никель. Но при этом тут никеля нет. Дураки? Дураки. Но за хорошую игру им спасибо, но они дураки. Но за игру спасибо, но они дураки. Да, дураки. Ой, ужас какой. Итак, дамы и господа, господа и дамы, мы вернулись. Я наконец-то на базе, и у меня есть никель. Господи, боже мой, как же много времени это заняло. Это заняло явно слишком много времени. Слишком. Гораздо больше, чем наложено было. Так, ну ладно. Достаем все это говно отсюда. Вот из-за этого мне пришлось страдать. Из-за этого я, возможно, заброшу игру. Соленый бумеранг. Звучит смешно. Так, поедим. Попьем. Нормально. Кайфуем. Ох, хорошо. Я наконец-то здесь. Господи, этот никель. А, я даже сохранюсь. Потому что я не хочу снова... Вот, это хотя бы... Все, спасибо. В общем, теория этого человека заключается в том, что можно в этот аквариум залезть, положить сюда металлолом. И вот этот маленький сталкер, который у меня тут живет, он будет стесывать от него свои зубы и давать мне зубы сталкера. Давайте проверим. И... Все, казалось, куда проще. В аквариуме просто-напросто нельзя выбрасывать предметы. То есть, кнопки выбросить просто нет. Я могу выбрасывать здесь яйца, возможно, рыбу живую, но в основном нет. Просто я вот нажимаю сейчас... Специально сюда даже к микрофону поднес мышь, чтобы было слышно, что я нажимаю на кнопку выбрасывания предмета. Сюда просто нельзя ничего класть, никаких посторонних предметов. Очень жаль, кстати, потому что я думал, что если можно, то я бы это использовал как мусорку. Просто выбрасывал бы сюда все лишнее, у меня такой полный аквариум всякого говна был бы. Было бы весело. Хорошо. Хорошо. На окончание серии у нас планы такие. Сделать модуль погружения для... Сами знаете чего. И построить продолжение... Сами знаете чего. Ракеты. О, господи, это зубнофтика. Тут, кстати, нет ничего, что я хотел сделать. Тут три никеля надо, серьезно, так много. Ладно, у меня его достаточно... Пласталевый слиток. Но делается не так уж и сложно. Главное, чтобы у меня хватило титана. У меня его не хватает. Окей. Ладно. Как скажете. Знаете, мне кажется, в каждой игре есть такая точка, где кончается удовлетворение игрой и начинается раздражение. Такой переходной момент между восхищением и... Господи, за что мне это когда-то все кончится. Довольно интересная теория. Надо будет по ней диссертацию написать, да? Ладно, ничего страшного. Сейчас поищем титан. Спасибо за полный инвентарь. Че я инвентарь-те вправду не выгрузил? Вот я, конечно, молодец. Ладно, если что, выбросим, не знаю, воду или аптечки. Или песку нас едим. Че ты гогочишь? Успокойся. Тут уже все залутано. Золото. Да, бог с ним. Вот они, вот они. Ниже к себе. Спасибо, прям доставка надо. Яндекс.Еда. Благодарю. Так, ну что ж, выбрасываем... Во-первых, едим вот это. Во-вторых, пьем вот это. Свали. В-третьих... О, давайте никель выбросим. Так, ну ладно. Выбрасываем аптечки, они у нас есть в большом количестве. Металлолом. Че еще можно отсюда выбросить? А, зуб. Давайте возьмем на будущее, он очень нужен. Выброшу воду. Вот зуб я хочу взять. Где он? Вот он. Халявно зуб получили. Тоже неплохо. Ох уж, этот никель. Это ужасно просто. Просто ужасно. Не знаю, наверное, зрителю не понять. Он сам не играет, он просто смотрит со стороны, поэтому ему не понять. Как-то ужасно. Когда ты вот так вот плывешь, тебе надо туда-сюда. Настолько это геморройно, все, ты умираешь, тебе надо все заново делать. Очень неприятно. Делаем титановый слиток. И где-то у нас тут должен быть литий, по-моему. Или что там нужно? Ну, там нужен литий. Спасибо, что у меня хотя бы литий есть. Окей. Ой, у меня только что глаз задергался. Лол. Хорошо. А что такое можно сделать? Труба. Насос. Сканер. Ладно. Так, дай-ка я пока что выложу вот эти вот все драгоценности. И сюда положу титан. Музыка, кстати, началась в игре очень страшно. Мне не нравится. Да ладно, кто меня спрашивает. Зуб сталкера положу сюда. Ну и все. Ну и все. Пока что так. Кстати. Фу, какая музыка отвратительная в игре заиграла. Фу, фу, фу. Что за ужас? Вот это можно вот сюда повесить. Красиво. Модно, молодежно. Сюда. Сюда. Ну. Как-то повеселее смотрится. Хорошо. Правда, тут не ровно повесил. Меня это бесит. А это боксом. Так. Сейчас надо по-быстрому пойти взять модуль погружения из циклопа. Так, как в него там входить? Спереди вроде. Спасибо. Да, кстати, я уже говорил, что циклоп говорит мужским голосом. Это прикольно. Такая небольшая деталь. Окей, по-моему, улучшения у нас вот тут должны быть, да? Вот и глубины. Возможно, мне стоит сделать больше входов на свою базу, чтобы удобнее было передвигаться. Не знаю. Так, хорошо. Что тебе еще не хватает-то? Стоп, что? А, это мотылек. А, ну да, никель я сложил в сундук. Тут, ту-ду-ду-ду-ду. Кстати, по-моему, мы можем третий сразу сделать. А, пластальный слиток и кианид там нужен. Океанид, где найти? Океанид, где найти? Опять в жопе мира какой-нибудь. Ну, хотя ладно, на самом деле, я тут жалуюсь, но это справедливо, что чем дальше ты в игре заходишь, вот в игре, в которой есть крафты, тем сложнее найти тебе вещи для крафта. Потому что крафты становятся сложнее, и, блин, если бы тут все до сих пор из Титана крафтилось, я бы уже игру прошел 10 часов назад. Было бы неинтересно. Так что разработчики, в принципе, ничего плохого не сделали. Это просто я, видимо, плохо играю. Вернее, не плохо играю, а устал играть. Итак, 1300 метров. Супер. Новые глубины, новые глубины. Ту-ру-ту-ту-ру-ту. Ту-ру-ту-ту-ту-ру-ту. Хорошо. Теперь пойдем возьмем с собой никель. Штук так. Так, подожди, стой. Давай сразу посмотрим. Этого тут нет, видимо. Модификационное, улучшение, улучшение, циклоп, улучшение деталей базы, комнаты. Освещение, внутреннее, внешнее. Нет, не то. Ладно, пойдем посмотрим. Хочу посмотреть, что мне нужно, чтобы начать строить ракету. Там точно нужен никель и что-то еще. Можно еще медленнее залезать. Три никеля, два эрогеля, комплект проводов, пласталевый слиток. Опять титан! За что мне это? Так, надо запомнить. Пласталевый слиток. Никелевая руда. Ну, три штуки мы возьмем. Два эрогеля, комплект проводов. Причем, не улучшенный. Не улучшенный комплект проводов. Ой, циклоп. Так. Получается, нам нужно два серебра. Хорошо, сейчас все сделаем. Два серебра. Делаем из этого комплект проводов. Комплект проводов готов. Оставлю его вот здесь. Нет, все, даже вот здесь. Я специально так сделал. Опять музыка из... Как там это называется в фильм? Бригада. Так, выложу одну батарейку. Выложу одну энергию ячейку, пофиг. Это все потом. Радиомаяк тоже. Окей. Что там еще нужно было? Три никеля, пласталевый слиток. Два эрогеля. Все это у нас есть, кроме титана. У нас два титана сейчас на базе. Эх, пойдем снова к нашим сталкерам. Искать титан. Я специально не ставлю запись на паузу, потому что... Ну, не знаю, почему бы и нет. Почему бы вам не посмотреть, как я собираю титан. Кто против? Ну, скорее всего, все. Ладно. Так, раз титан. Два. О, зуб. Слышали ли? Звук зуба. Я так странно сказал. Слышали. Слышали. Так, а где зуб? Только что слышал звук. Вот он. Кайфуем. У нас теперь эмалевое стекло будет. Так, по-моему, где-то тут еще плавал. Вот он. Взяли весь металлолом и у них сперли. А ведь они его тоже искали. Своими собственными усилиями. Своими маленькими плавничками. Вот еще тащат. Сейчас я у него злобно украду его. О, птичка моя. Давай возьмем. Место вроде есть. Металлолом. Металлолом. Все, супер. Мы прям кучу металлолома взяли. Что еще будет? Офигеть. Спасибо, Яндекс.Еда. Доставка на дом опять. Супер. Слушай. Много набрали. Прямо про запас. Так, не убивайте меня только. Аптечки, извините. Вам придется снова уйти. Тем временем... Это твоя основная директива, чтобы спать ближе к Петербурге. Где металлолом? Вот он. Ох, нифига тут еще. О-о-о-о. Я вернусь за этим, ребята. Попомните мои слова. В общем. Че я там посмеялся? Сказал прикольно. Вот эта штука, которая гипнотизирует главного героя. Каждый раз, когда она воздействует на его мозг, костюм начинает что-то говорить. Я никогда... Ну, я на это всегда обращал внимание, но я никогда не прислушивался к тому, что она говорит. И сейчас я решил замолчать и послушать, что она говорит. И там реально костюм ему говорит что-то вроде Сейчас ваша главная задача это подплыть ближе к этому существу. Я так понимаю, ну, судя по этой фразе, отталкиваясь от нее, Эта штука так и работает. Она зазывает главного героя, чтобы он ближе к ней подплыл. А как только он подплывает к ней ближе, то что-то она с ним делает. То ли на лицо ему прыгает, и как-то его убивает. То ли высасывает там из него что-нибудь. В общем, вы поняли о чем я. И скорее всего, эта штукенция так и в дикой природе живет. То есть, например, проплывает мимо меня какая-то рыба. Она просто берет, опа, привлекла рыбу к себе. Рыба закинетизировалась, подплыла, и она ее убила спокойно. Это полезно. Довольно удобно. Мне кажется, уже вообще какую-то фигню несу. Так, еще один зуб сталкера халявный. Неплохо. Хорошо затарились. Хорошо устроились. Так. У меня кончился литий. Просто вот три главных слова. У меня кончился литий. Твою направо. Ладно, ничего, сейчас и за литием сходим. Как там, кстати, аэрогель делается? Из рубинов еще. Если у меня сейчас еще и рубины кончатся, это вообще веселухо будет. Там нужно три аэрогеля, поэтому мы взяли три мешка, три рубина. Раз уж мы здесь, давайте еще и пойдем в нашу ферму проверим. Надо бы воду отсюда взять все. Чтоб все работало. Так, ферма. Мраморные дыни. Ой, черт. Мраморные дыни. Дыни мраморные. Так. Пока что все нужное для крафта мы сложим сюда. Все правильно. Соль сюда. Дыни, дыни, дыни. Дыни, дыни, дыни. 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 Так. Сейчас потихоньку будем стоять. Сейчас будем размножать дыни. Сделаем себе огромную ферму. Ну, огромная, это громко сказано. Просто побольше. Ой. Нет. По-моему, одна дыня куда-то вообще исчезла, нет? Не могу понять. Я вроде ее выбрецил, даже звук был. Но где она, непонятно. Ладно, пофиг. Наверное, показалось. Или вот она. Нет, тут не дыня. Стой! Подожди! А-а-а! Может, та тоже как-то так укосилась? Там вроде не вижу, где. Ладно. Бог с ней с этой дыней. О, нифига. Нифига! Че я могу? Я всевидящий. Несновидящий. Ой, как же из-за этого циклопа? Вот действительно это из-за циклопа. Так, ну и че ты сделал? Ты взял просто дыню... О, ну, ест что ли? Вот куда опять дыня делась только что? Я ее выбросил. Никто ее не видел? Я точно нет. Она просто будет исчезла из зонитаря. Ладно, бог с ним. Семена так уже много насобирали. Исчезла дыня и исчезла. Разработчикам за это не спасибо, но... Пофиг, смирюсь. Все, тут у нас полностью все засажено. Тут у нас плюс 3. Супер. Оксельный цветочек. Кстати... Прикольно. Так. Что нам там нужно было? Литий. Идем на поиски лития теперь. Эта серия явно затянулась, но... Какая разница? Пусть будет хоть часовая. Почему нет? Я действительно зря волнуюсь по поводу того, что мы серия слишком длинная. Я думаю, что никого это особо не волнует. Кому надо, тот посмотрит. Кому не надо, тот не посмотрит. В любом случае, хоть она будет час, хоть два, хоть ноль. Это что за новый звук был? А это был... Крокодил? Что-то прям странный звук издал. Титан. Вы не поверите, что я нашел. Это же... Из первой, из самой первой серии эта штучка. Офигеть. Она до сих пор горит. Я еще в первой серии говорил, мол, сколько можно вообще гореть? Она, видимо, вообще бесконечна. Офигеть. О, металлон. Возьмем тоже. На будущее. Однако литию бы... Люди! Народу нужен литий. Срочно, срочно. Нет, я... Пошла в жопу. Взрывается она мне тут. Иди в другом месте, взорвись. Вот это я ее уничтожил, да? Просто там на тебя кричат. Ты говоришь, иди в другом месте покричи. И все. И что тебе человек скажет? Ничего он тебе не скажет. Что-то красное, кстати. А, икра. Ну, это неинтересно. Слушай. Что-то как-то... А, я понял, в чем моя ошибка, понятно. Литий, скорее всего, находится не в камнях, которые можно сломать. Его надо искать в чистом виде. То есть, он прям на земле такой лежит. О, опасно у вас тут, ребята. Опасно, очень опасно. Мне такие опасности не нужны. А-а-а... Еще эта штука гудит. Так, воду взяли, поплыли дальше. Хотя, это, конечно, лоховская вода, у меня круче. Но, что поделать? Так. Литий вполне может быть где-то здесь. Я, наверное, даже посмотрю. Может быть, он в камнях тоже есть? Титан. Э-э... Титан. На литий не похоже. Где мне найти литий? Где... Литий... Ты меня бесишь уже. Литий... Типа, я поплыл к Авроре, потому что, насколько я помню, литий был где-то здесь. Его можно было найти вот на таких больших полянах. Точно помню, он где-то тут был. Где-то я его тут находил. Вот как всегда, в таких играх с крафтами, одной какой-нибудь херни тебя не хватает, и все, иди свищи, ищи. Ищи-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-с какой-то новый в принципе мне уже хватает на на слиток еще литий прекрасно слушай нашел все-таки я уже мне уже даже начали приходить мысли алмаз можно было тут найти я не знал я думал только на большой глубине так вот я уже были мысли закончить серию сказать что мол найду литий потом но раз нашли пойдем делать слиток че еще могу сказать медная руда на чуток два титана ну он давайте наберем титана на будущее почему нет литий все спасибо досвидос а еще литий все теперь точно спасибо отдаст видос благодарю всех кто участвовал в этом и помог мне найти литий спасибо всем моим зрителям я бы до сюда без вас не дошел без вас бы этого прохождения не было плывем делать слиток ох ну чтож как говорится дорогая дома так все лишнее выбрасываем сюда свинец там всякий всякое другое говно так свинец можно вот сюда положить к другому свинцу потому что помню что у меня был еще свинец так перекладываем сюда все ингредиенты нужны прикладываем сюда вести танк утрон нас есть золото серебро сейчас сложим куда-нибудь плосаливый слиток не помню кстати там нужен один или два кто-то реально сейчас хороший вопрос я бы сказал злободневный ну да ладно литий пока что выложим алмаз выложим золото серебро муско кстати качает нормально да вроде все погнали так нихера музыка опять окей ну что ж это уже выглядит солидно уже реально выглядит так будто мы строим ракету неплохо-неплохо уксать солнечное затмение еще на фоне этого всего я даже это для фомнелла сфотка но говорю выглядит солидно неплохо как интересно буду не входить а ну да там сверху этот мостик есть для этого кей давайте посмотрим что нам нужно будет дальше мне страшно даже представить мне реально страшно но пласталевый слиток можем сделать кристаллическая сфера у нас есть кианит у нас нет мы никогда его не видели и ионная энергоячейка x2 которая делается вообще непонятно из чего плохо ладно на этом я заканчиваю эту серию написали что в той пещере которую я уже господи иисусе ненавижу продолжение сюжета но не совсем понимаю о чем они типа я там был я не нашел ни прохода никакого не материалов никаких новых не знаю почему там продолжение якобы должно быть напишите поконкретнее тогда чем не наделать там кто знает он у меня в комментариях люди вообще очень жесткие там суммартик по сто раз смотрели уже все знают в общем ладно всем спать прикольно надымится так всем спасибо за просмотр всем пока